Всем привет! Меня зовут Маргарита. Я рада приветствовать вас на своем канале. Я знаю, почему вы нажали на это видео. Вы хотите посмотреть покупки, которые я сделала за последнее время. В основном эти покупки, конечно же, связаны с этим каналом. Они мне необходимы для работы, для моего творчества. Поэтому сейчас с вами ими поделюсь. Мы берем чашечку чая или кофе, садимся поудобней и начинаем. Итак, первая покупка достаточно дорогая, но она основная именно для ведения канала. Я давно хотела обновить камеру. Сейчас я снимаю на камеру Sony 6400. До этого у меня был старенький Canon. Вот здесь появится фотография, как он выглядит. И в сравнении вам, как выглядит Sony. Sony выглядит намного компактнее и, честно говоря, она намного легче по весу. Если сейчас, например, я снимаю себя прямо и никакой разницы для меня нет, то когда камера направлена на стол, это, конечно, ощущается. Sony ведет себя в этом плане намного лучше, нежели толстый, объемный, тяжелый Canon, который у меня был раньше. Все, что я хочу сказать, что за 7 лет ведения канала я, наконец-таки, отложила деньги и накопила на свою новую камеру, чему очень рада. И я надеюсь, что качество видео станет лучше. Мы это проверим в дальнейшем на мастер-классах, которые будут выходить на моем канале. Также важно сказать, что если вы видите, что мое видео отличается цветом от другого видео, не обращайте внимания, я до сих пор разбираюсь с настройками в этой камере. А мы с вами пойдем дальше. Следующая покупка просто покорила мое сердце. И я не знаю, как я сдерживалась все это время, чтобы вам ее не показать. Поэтому я представляю вам вот такой roombox. Это целый набор, в котором мы с вами вместе будем строить дом. У меня появилась идея делиться с вами всеми этапами сборки вот этого прекрасного дома. Поэтому, если вам нравится эта идея, то ставьте плюсик в комментариях. Я буду знать, что вы за. Честно вам скажу, что этот дом я выбирала очень долго. И больше всего мне понравилось, что среди всех вариантов на маркетплейсах, которые я смотрела, этот выглядит наиболее натурально. Он выглядит как настоящий. Поэтому я думаю, что я с удовольствием буду его собирать для вас и показывать вам процесс своей работы. Покупка номер 3, которая также поможет моему каналу делать более качественные ролики, это вот такая кольцевая лампа, которую я наконец-таки заказала. Чаще всего я не снимала большое количество роликов, потому что ты снимаешь днем, когда есть хороший, качественный дневной свет. И все равно дневной свет ничего не заменит. Но сейчас я полностью уверена, что некоторые ролики я смогу снимать для вас и вечером, и ночью, когда приходит вдохновение. А чаще всего оно приходит уже под вечер. Я смогу снимать с помощью вот такой кольцевой лампы и своей новой камеры классные ролики для вас, и никакой свет за окном меня в этом не остановит. Ну что ж, настал тот момент, когда я не сильно помещаюсь в объектив, но мне очень хотелось воочию вам показать, как выглядит вот такой фотофон, который я приобрела. Честно, я очень долго мучилась тем, что я не могу красиво сфотографировать свои работы. Чаще всего попадают какие-то тени, или, например, ты не можешь найти, опять же, красивый фон. Я решила уже не мучиться и заказать готовый вот такой сборный фотофон. Я выбрала белый цвет, потому что мне кажется, что игрушки или какие-то изделия смотрятся на белом гораздо лучше и выгоднее. Но самое главное для меня, что здесь есть пол и стены. Я могу положить свое изделие или поставить свое изделие, и также сделать определенные декорации. Честно, я еще не пробовала его в деле, но я уверена, что будут очень классные крутые фотки, и, наконец-таки, не придется мучиться с фоном. Фух, наконец-то поставила фон, он достаточно тяжелый, но хотела сказать еще один пункт про фон. Если вы вдруг захотите приобрести такой же фотофон, я читала в отзывах, что его можно собирать и разбирать, что это очень удобно, он не будет пылиться, занимать место. Честно вам скажу, что собирала я его достаточно сложно, потому что вот эти пазики, в которые должны войти стены и пол, они очень плотно прилегают друг к другу, и каждый раз, мне кажется, разбирать и собирать этот фон, ну, хватит его на месяц, может быть, два, и все это придет негодность. Поэтому я решила, что я оставлю фотофон в таком состоянии, в котором он есть, просто найду для него место, поставлю, буду иногда оттуда стирать пыль, но, по крайней мере, он сохранит вот эту свою форму, свой классный вид, и ничего не сломается, чтобы каждый раз эти пазики не соединять. Хотела с вами также поделиться, что совсем недавно, когда было 8 марта, я поздравляла своих девчонок в группе Телеграм с 8 марта и прислала им фотографии, которые очень меня вдохновили. Мне захотелось также на канале сделать мастер-класс по вязанию цветов. И в основном стебли цветов сделаны из проволоки, которую нужно обматывать нитью, а чтобы эту нить закрепить, необходим клеевой пистолет. У меня его никогда не было, и вот я решила, наконец-таки, приобрести клеевой пистолет. Я не знаю, насколько он качественный, потому что у меня никогда не было до этого клеевого пистолета, я даже, честно говоря, не знаю, как им правильно пользоваться, это нужно будет посмотреть в интернете или почитать. И также вот такие палочки, которые вставляются, плавятся и, соответственно, получается самый настоящий клей. Так что я очень надеюсь, что я разберусь, как им пользоваться и смогу сделать для вас классный мастер-класс с какими-нибудь весенними цветами. И последнее, чем я сегодня хотела с вами поделиться, это вот такая вот книга Амигуруми. Я могу честно сказать, что я никогда, никогда не покупала книги Амигуруми, и, честно говоря, я не вижу в них особого смысла, потому что сейчас, особенно ВКонтакте, в нашем можно найти все, что угодно, любые мастер-классы. Если хочешь платный мастер-класс, ты просто напрямую приобретаешь его у автора мастер-класса, поэтому, в принципе, в книжках нет никакого смысла. Но я зашла в фамилию, и эту книгу я приобрела именно там, и цена на книгу была всего 350 рублей. И, честно, я подумала, что я приобрету эту книгу, потому что у человека, который ведет канал по вязанию, канал, связанный с хобби, должна быть хотя бы одна книжка, связанная с хендмейдом. Я решила ее приобрести, она достаточно красочная. Я думаю, что для меня она станет вдохновением, и я смогу оттуда подчеркнуть некоторые идеи, возможно, их видоизменить и сделать что-то новое и классное. Кстати, эта книга на маркетплейсах стоит гораздо дороже, поэтому я рекомендую, если в вашем городе, в котором вы проживаете, есть такой магазин, как «Фамилия», то заходите, не стесняйтесь, и смотрите там книги. Там часто бывают книги с хорошей скидкой и достаточно качественные, которые на других площадках стоят очень дорого. Поэтому я рекомендую. Итак, а на этом у меня сегодня все. Все ссылочки на товары будут под этим видео. Не забывайте подписываться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление, и, конечно же, лайк этому видео. Мне будет приятно. А в комментариях пишите, что вы купили за последнее время для своего творчества. Может быть, новую пряжу или крючок, а может быть, какой-то классный набор, который вы можете мне порекомендовать. Я всегда читаю комментарии и на них отвечаю, так что буду рада и вашему. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok